Шевроле Круз Может ли бюджетный автомобиль быть комфортным и надёжным? Какие разочарования ждать владельцам в Шевроле Круз? Ну что, машина внешне выглядит эффектно. Ломается? Сами проверяйте. Проверим. Платформой и её слабыми местами с новым Крузом поделились братья по концерну General Motors, Opel Meriva и Assa. Впрочем, есть и фирменные болячки Шевроле. Ярослав Левашов. Автокритик, эксперт по оценке автомобилей. Если передний бампер неплотно прилегает к крылу, это не признак ремонта. Слабый клипс и гнутый пластик, подверженный перепаду температур, нередко создают некрасивый зазор. Но здесь всё в порядке. На этой машине перекрашивали два крыла, заднее и переднее. Но повреждения были косметические. А вот метровое стекло придётся заменить. На Крузы ставят два бензиновых двигателя. 1,8 и 1,6, как здесь. На машинах корейской сборки стоят фирменные опелевские моторы. А в России ставят те же двигатели, что и на Деон Экси. Какой расход? 10 по городу, по трассе 6. Подтёки масла из-под клапанной крышки неизбежность. Не стоит сильно тянуть болты, могут сломаться. Поменяйте прокладку, это недорого. Многие владельцы уже успели испытать шок, когда механическую коробку клинило на скорости. Без паники, коробка в порядке, просто развалилась пластиковая втулка в механизме переключения. Починить можно недорого и надолго, но сначала придётся ехать в сервис на эвакуаторе. Интерьер кажется богатым лишь на картинках. На ощупь качество пластика на 4 с минусом. Мощности Крузу едва хватает. Манёвры в потоке потребуют мастерства. На мой взгляд, подвеска откровенно жёсткая и шумная. А поездка по кочкам и ямкам просто раздражает. Жалобы на стук из-под машины есть почти у всех владельцев с момента покупки. Дело чаще всего в конструктивной особенности стоя коммортизаторов. Можно поменять, а можно улучшить шумоизоляцию. Её здесь практически нет. Кресла довольно широкие, но слабовата боковая поддержка. Даже высокому пассажиру сзади будет вполне комфортно. Над головой ещё осталось место. И колени не упираются. Да, багажник невелик. Проверим, что поместится. Огромные петли багажника скрадывают часть пространства. У нас поместилась коляска и канистра. Круз – типичный городской автомобиль. Разворот на тесной улочке за пять дней ранее. А что с парковкой? У стандартного бордюра можете смело парковаться, но всё же берегите свесы. По оценкам европейских экспертов, Круз отвечает всем требованиям безопасности. Пятёрка – крашкости. А как справляются с грязью боковые стёкла и зеркала? Поехали! Зеркала остались чистыми, но боковые стёкла запачкались. Придётся протирать. Салон этой машины в отличном состоянии. Пробег 69 тысяч выдаёт только облезающая ручка коробки передач. А руль так вообще похож на новый. А как удалось сохранить руль в таком хорошем состоянии? Он новый, так как я его заменил, потому что старый, пришёл в негодность. Круз пользуется стабильным спросом среди угонщиков. Защитить автомобиль дополнительно не помешает. В этой машине рекомендую заменить только ветровое стекло и поменять прокладку под клапаной крышкой. Это обойдётся около пяти тысяч рублей. Какие впечатления о моей машине? Главный плюс – это цена, но слишком много слабых мест. Ну, как у любого бюджетного автомобиля. Точно.